Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами поговорим о новинках бренда Evelyn. В программе у нас будет тональный крем Wonder Match, а также палетка теней Mystic Galaxy. Это не первое впечатление, все это я уже успела потестировать. И в данном видео мы сначала посмотрим на сводчи, потом мы сделаем макияж и в конце видео я выскажу свое финальное мнение. Конечно же на все будут тайм-коды в инфобуксе, чтобы вы сразу же могли перейти к той части видео, которая интересует конкретно вас. Так что продолжайте смотреть, доваривайте чай, кофе и поехали! Палетка Mystic Galaxy является своего рода логичным продолжением вот такой вот серии палеток у Evelyn. Первая была палетка Charming Mocha в коричнево-кофейных оттенках, достаточно удачная повседневная палетка. Вторая палетка Ruby Glamour в розовых оттенках, на мой взгляд, неудачная палетка. Она очень сильно пахнет и эксперименты с формулой здесь, на мой взгляд, не удались. И третья палетка, которая недавно вышла, это Mystic Galaxy в фиолетовых оттенках. В последние годы у нас производители все выпускали рыжие, красные, розовые тени. И вот такая фиолетовая гамма, на мой взгляд, это как глоток свежего воздуха. Наконец-то сделали что-то интересное. Очень красивая и привлекательная гамма, которую Evelyn нагло содрали у бренда Urban Decay палетки Ultra Violet. Я вставлю вам картиночку, чтобы вы сами могли оценить, насколько эти две палетки похожи. Как мне кажется, вдохновение явно читается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вот такая фиолетовая гамма, интересует ли она конкретно вас, и как вы вообще относитесь к подобного рода плагиату. Я, честно говоря, не знаю, что и думать. Могли бы, в общем-то, придумать и что-то свое. Но от себя могу сказать, что хоть гамма и нагло своровано, но исполнение здесь просто потрясающее. Я не пробовала оригинальную палетку Urban Decay, но, как мне кажется, с подобным качеством не нужно брать Urban Decay, и Evelyn вполне сойдет. Возвращаясь к самой палетке, у нас здесь всего 12 оттенков, и производитель заявляет, что здесь у нас три формулы. То есть матовые тени, дуохром и металлики. Саму палетку я брала на сайте Wildberries, больше нигде я ее пока что в продаже не видела, и стоила она 700 рублей. В палетке также, как и всегда, идет в наборе вот такая кисточка. Кисточка, к сожалению, конкретно в данной палетке бесполезная. Сторона пушистенькая еще более-менее, ею действительно можно наносить тени в складку и что-то подтушевывать. А вот вторая сторона с бочоночком крайне неудачная. Во-первых, бочонок жесткий. Во-вторых, здесь торчат волоски. В-третьих, бочонок очень плохо набит. И в-четвертых, данный бочонок лично у меня плохо подстрижен. Криво подстрижен, я бы даже сказала прямо. И все это делает нанесение теней данным бочонком практически бесполезным. Лучше бы Эвелин сделали вторую сторону, как в предыдущих палетках, с вот такой вот плоской кисточкой, которой можно наносить металлики на глаза. И следующее средство, о котором мы сегодня с вами поговорим, это тональный крем Wonder Match. Его я также покупала на сайте Wildberry, стоил он 430 рублей. Но на некоторых сайтах можно найти его со скидками и за 300 рублей, если задаться подобной целью. Теперь я предлагаю вам посмотреть свотчи и также перейти наконец-то к макияжу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для начала нанесем тональное средство Wonder Match. У меня это оттенок номер 15. Оттенок темноват для моей кожи, но мы сделаем вид, как будто бы я загорала. Тональный крем я буду наносить при помощи кисти, кисти кабуки. Для меня это самый привычный способ нанесения. Как правило, благодаря этой кисти я всегда плюс-минус могу посмотреть, как наносится тональное средство, потому что я точно знаю, какой результат мне нужно ожидать. Как видите, тон легко сливается с кожей, он чуть-чуть темнее, чем мне нужно, и мне показалось в то время, что я его использовала, что он все-таки немножечко подокисляется на лице. Это вы увидите сами чуть-чуть попозже. Вот так тон выглядит при нанесении всего в один слой. Как видите, цвет кожи стал более ровным, и финиш скорее естественный. То есть он не матовый, он не сияющий. Самый простой, обычный финиш, максимально, как мне кажется, похожий на обычную здоровую кожу. Но мне, как видите, понадобится еще один слой, чтобы скрыть некоторые недостатки. Вот так тональное средство выглядит при нанесении в два слоя. Как видите, все еще есть некоторые недостатки, которые нужно будет перекрыть потом уже консилером. И, собственно, это нам говорит о том, что степень покрытия здесь не 4 из 5, как заявляет производитель. Также, как я уже сказала, немножечко будет тон подокисляться. Уже видно то, что, в общем-то, тональная основа мне не совсем подходит. Как видите, шея гораздо светлее, чем лицо. Оттенок у меня, напоминаю, 15 Neutral, и в течение дня это еще больше усилится. И еще забыла упомянуть, что здесь очень примечательный состав. Здесь есть гиалуроновая кислота, термальная вода, есть пробиотики. В общем, есть много интересных компонентов, которые встретишь далеко не в каждом тональном средстве. И которые направлены, естественно, на уход. Но также, помимо того, что здесь есть много всяких прикольных штук, есть также алкоголь-денат в самом начале списка. Я думаю, вы знаете то, что это простой спирт. И многие люди не используют тональные средства с простыми спиртами в качестве ежедневной тональной основы. Итак, я вернулась к вам с макияжем лица. И теперь мы будем пробовать палетку теней. Я сделаю тот макияж, который мне больше всего и с нею нравится. И начну я с оттенка Юпитер. Буду наносить его в складку века. Дальше я буду наносить оттенок Earth. Вот такой вот. Это, по идее, самый темный матовый оттенок, который, как вы увидите, на самом деле не такой уж темный, как хотелось бы. Дальше я предлагаю взять оттенок комет и совсем чуть-чуть добавить его в складку, чтобы, скажем так, начинала прослеживаться наконец-то фиолетовая нотка. И теперь мы начинаем опасный номер, потому что мы задействуем сейчас все фиолетовые и розовые оттенки. Я пойду прямо так, как они расположены, от оттенков Pluto к Урану, к Нептуну, к Винус. Потом я нанесу Марс и Moon. Так что мы с вами попробуем практически все. Самый опасный из всех этих оттенков это оттенок вот этот вот Pluto, то есть Плутон, потому что он очень темный и он слишком темный для предыдущего матового. Дальше я набираю оттенок Уран, он же Ураниус, и наношу. На камере данный оттенок выглядит даже немножечко неоновым, но в жизни это просто красивейший сиреневый оттенок. Дальше я беру оттенок Нептун. Это уже более фиолетово-розовый оттенок, и наношу его еще поближе к внутреннему уголочку. Этот оттенок Нептун, в общем-то, красиво смотрится с предыдущими оттенками, но еще лучше он, конечно же, смотрится в качестве переходного к следующему оттенку, к оттенку Винус. Именно его мы сейчас с вами и нанесем. Дальше я возьму вот такой оттенок Марс. Как видите, он состоит из большого количества таких крупных частичек, хлопушек, я бы даже сказала, и, как мне кажется, данный оттенок просто прекрасен в качестве топера. Он не обладает своей, как таковой, подложкой, то есть он вроде бы сделан на розовой подложке, я покажу сводч, но все же, когда ты его начинаешь наносить, он выглядит более полупрозрачным. И, как мне кажется, это идеальный момент для топера. Вот вы можете видеть то, что никакого дополнительного цвета этот оттенок нам не дает, но он дает много-много-много-много вот таких вот блесточек, которые преображают макияж. И дальше я возьму один из достаточно недооцененных оттенков в данной палетке, и это оттенок Moon. На этот оттенок, как правило, не сразу же обращают внимание, потому что, ну, вроде бы белый оттенок, и что? Но на самом деле это не белый оттенок, это дуахром, и дуахромит он из белого в голубенько-сиреневый, я бы даже так сказала. Здесь очень явный такой голубоватый перелив, благодаря чему данный оттенок выглядит как жемчужина. Очень-очень красивый оттенок, мне нравится наносить его на внутренний уголочек, причем на внутренний уголочек гораздо сильнее, чем я делаю это сейчас, то есть мне нравится наносить его вообще на первую треть всего века, или же вообще на половину века. Этот оттенок там смотрится очень и очень хорошо. Ну что ж, вот такой макияж у нас получился. Все вышло не совсем по плану, я хотела сделать этот макияж более розовым, но как вы видите, он вышел более фиолетовым. Главное, что я хотела передать, это то, что вот такая пигментация выходит без использования базы, без использования консилера и уж тем более без использования клея для глиттера. На веке у меня совсем немножечко было вот этой вот тональной основы, чтобы перекрыть мои венки. Все остальное сделала палетка. Я честно вам говорю, я не наносила никакие усилители, ни базы, ни клея, ничего. Все это сделано только этими оттенками, только этой палеткой. И также наносила я все кистью. Ладно, к палетке сейчас мы вернемся буквально через минуту, дообсудим тональное средство. Тон, как я уже сказала, не имеет пигментацию 4 из 5, как здесь написано. Это скорее 3 из 5. Очень красивый, естественный финиш, нематовый и несияющий. И как видите, уже после макияжа лицо еще сильнее окислилось. То есть лицо стало еще более рыженьким, чем оно было, когда я только-только нанесла данную тональную основу. Надеюсь, вы это видите. Очень даже хорошо данная тональная основа держится на лице. Я носила ее и тестировала, когда в Москве было 40 градусов. Тональная основа даже в такую жару не запала в поры, не запала в морщины, не потекла и не стала плохо выглядеть. У меня есть и воспаление, и, в общем-то, расширенные поры. И везде данная тональная основа выглядит хорошо. Наконец-то, Evelyn, снова вернулись к стеклянным упаковкам. До этого стеклянная упаковка была только у тональной основы Liquid Control. Все остальные были пластиковые. Здесь, наконец-то, снова стекло, и здесь есть помпа. Это невероятно удобно. Единственные минусы данной тональной основы, на мой взгляд, это то, что она, во-первых, подокисляется, и, второе, то, что есть спирт в составе. Лично меня это не смущает. У меня кожа на такие вещи особо не реагирует. Но если вы боитесь простых спиртов, то, возможно, эта тональная основа не для вас. Ну и теперь вернемся к палетке. Палетка, конечно же, просто нагло содрана с Urban Decay. Они придумали, в общем-то, всю эту гамму. Evelyn просто ее содрали. Но все же палетка, как мне кажется, вышла очень удачная. Мне понравилось здесь практически все. Я давно не была в таком бешеном восторге от теней, особенно от бюджетных теней, чтобы вы понимали. У меня сейчас лежит на тестировании еще Charlotte Star Aura, еще лежит Tom Ford, палетка теней. И, боже мой, у меня рука к ним совершенно не тянется. У меня серьезно между этими тремя палетками постоянно падает выбор вот на эту палетку от Evelyn. Всего в палетке три текстуры. Это матовые металлики и дуохром. Матовых оттенков здесь пять штук. Самые неинтересные это Sun и Mercury. Их я практически не использовала, потому что они, в общем-то, не очень-то им нужны. Здесь, конечно же, нас интересует фиолетовая гамма. Самый базовый оттенок Jupiter. Он служит для тушевки. Мне очень понравился этот оттенок тем, что он замечательно смотрится вместе с розовой и фиолетовой гаммой. Также этот оттенок будет замечательно смотреться с повседневной коричневой гаммой. Оттенок Earth, который якобы самый темный в данной палетке, он, честно говоря, как раз-таки не очень. К нему можно придраться. Вы сейчас увидите на сводчах то, что он достаточно рыхленький. И в отличие от предыдущего оттенка Jupiter, он ложится как будто бы немножечко комками в некоторых моментах. И из-за этого он чуть тяжелее тушуется. Данный оттенок можно растушевать. Достаточно светлый оттенок. Можно его нанести и набить для затемнения. Но, к сожалению, он не даст вам толкового затемнения. Мне лично хочется сюда добавить еще более темный оттенок. Ближе к черному. Быть может, какой-то баклажаново-черный. Но, к сожалению, как видите, нам здесь Эвелин такого варианта не предоставили. Хотя очень хочется. Оттенок Комет. Комета очень интересный. Такой пастельно-фиолетово-лавандовый оттенок. Даже, скорее, лавандовый. Да, пастельный лавандовый оттенок. И этот оттенок не нуждается в подложке. Что тоже очень примечательно. Все остальные оттенки Sun и Mercury, как я уже сказала, для меня не представляют никакого интереса. Поэтому не будем даже на них тратить время. Самое интересное, что есть в данной палетке, это металлики и дуахром. Дуахром здесь только один. Это оттенок Moon. Все остальные оттенки это металлики. И они все в немного разной формуле. Начнем с первой группы, то есть с группы более неоновых оттенков с зеркальным финишем. Первый это оттенок Уран. Он, пожалуй, один из моих самых любимых оттенков. Вот посмотрите, он нанесен у меня вот здесь. И это красивейший сиреневый оттенок. Такой сиреневый я не встречала, пожалуй, нигде. Он прекрасно носится кистью, прекрасно носится пальцем. Он придает немного неоновый эффект, но при этом эффект очень и очень нежный. Необычный, красивый, яркий и зеркальный оттенок. Следующий оттенок в похожей формуле это оттенок Neptune. Он, как видите, уже более фиолетовый. Вот он второй. Если Уран сиреневый, то здесь больше фиолетового и розового пигмента. Он уже, ну тоже он достаточно интересный, но не такой, как Уран. И третий оттенок в этой же формуле это оттенок Venus. Он уже как раз таки розовый. Такой красивейший, красивейший розовый. Мне нравится то, что это не поросячий розовый, не барби розовый. Очень, я бы сказала, благородный розовый, который немножечко даже переходит в сиреневый оттенок. У него блесточки, скорее, немного сиреневые. И из-за этого этот оттенок так интересен. И из-за этого данный оттенок так хорошо сочетается со всеми остальными. В том числе и с оттенком Уран. Очень интересные оттенки, которые хорошо работают друг с другом. Следующая формула. Это формула уже более сухих металликов, которые больше похожи на самые обычные шиммеры. Первый это вот такой вот оттенок Pluto. То есть Pluton. Он мне, честно говоря, не очень нравится, потому что он достаточно темный. Но при этом он, как видите, с большим количеством блесточек. И он порой конфликтует с нашим самым темным матовым оттенком Earth. Этот оттенок темнее, чем матовый оттенок Earth. И из-за этого, если вы будете создавать красивое затемнение на внешнем уголке, могут возникнуть проблемы. Следующий оттенок это оттенок вот такой вот Saturn. Он как раз-таки очень-очень симпатичный и очень интересный. Он рыженький, но при этом он невероятно мягенький. Он такой нежный, он такой кремовый. Он не попал в первую группу, в общем-то, потому что он не зеркалит. Вот я и поворачиваю им на свету. Это скорее обычный красивый шиммер или даже металлик. Не знаю, как его обозвать, чтобы вам было понятнее. Это действительно красивый оттенок, который, как мне кажется, вместе с такими фиолетовыми макияжами будет красиво смотреться на нижнем веке. Следующий оттенок, который стоит обсудить, это оттенок Mars. Это, как я уже сказала, топпер. У него вроде бы есть какая-то своя основа. Вот он. Он более такой розовенький по своей натуре, скажем так. Но посмотрите, во-первых, на его сияние. Это просто потрясающе. Если вы будете наносить его, как я сейчас на свочи, то есть вот таким растирающим движением, то это будет вот такая зеркальная красивейшая поверхность. Но мне не нравится его наносить подобным образом, потому что он все-таки получается более прозрачным и бледненьким. Лично мне этот оттенок больше всего нравится в качестве топпера. Буквально кисточкой, аппликативным движением наносишь его поверх любого другого оттенка. И получается магия, потому что весь оттенок начинает... Потому что все веко начинает искриться, и оно превращается в действительно какую-то галактику, в какое-то ночное небо с звездочками. Просто безумно-безумно красиво данный оттенок смотрится поверх любого из этих оттенков в качестве топпера. Но, как видите, текстура у него очень странная. Вот он уже внутри рефила крошится, и с ним, конечно, нужно быть аккуратной. И последний оттенок, который мы с вами не обсудили, это наш один-единственный дуахром оттенок Moon. Этот оттенок многими недооцененный, и взгляд на него падает последним, потому что, ну, белый оттенок, что в нем интересного? Белый-белый. Но на самом деле это не белый, это дуахром, и дуахромит он в сиренево-голубенький. Я бы даже сказала, что в голубенький он дуахромит. Очень красивый оттенок, который на самом деле потрясающе смотрится с данной гаммой. Данный оттенок можно наносить во внутренний уголочек, как я сейчас. Можно наносить вообще на все веко, и тоже будет красиво. И очень-очень интересно данный оттенок будет смотреться в технике Halo Eye. Можете посмотреть, например, у Дианы Суворовой есть такой макияж под кодовым названием Млечный Путь. В целом впечатление от палетки просто прекрасное, и по стойкости тени тоже превзошли все мои ожидания. Тени не скатываются в течение дня, тени не меркнут в течение дня. Какой ты макияж сделал, такой он в конце дня и остался. Это просто прекрасно. Единственный минус этих теней, это то, что некоторые оттенки все-таки могут осыпаться. В частности, осыпается вот этот вот оттенок Плутон, на который я уже сегодня вам пожаловалась. Все остальные оттенки в осыпаниях, в общем-то, не замечены. И, как мне кажется, это просто полная победа. Да, гамма нагло слизана у Urban Decay, но исполнение просто прекрасное. И это за сколько? За рублей 800, что просят за эту палетку. Мне кажется, сочетание цена-качество здесь крайне неудачное, потому что качество в разы превосходит стоимость этой палетки, как мне кажется. Как мне кажется, Эверин превзошли сами себя. Они действительно создали нечто интересное и уникальное. Много интересных формул, много интересных финишей, бомбическая пигментация, которая проявляется при нанесении кистью, без базы, без клея. Просто-просто прекрасно. И что хорошо, практически все хорошо тушуется и все красиво смотрится. На мой взгляд, если вам интересна подобная гамма, то данная палетка будет для вас незаменима. Не могу сказать, что данная палетка лучше или хуже, чем Urban Decay. Я не пробовала саму оригинальную палетку Urban Decay, но я точно могу сказать, что эта палетка просто бомба. Ну что ж, это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.